Всем привет на канале Александр М. Брест. Сегодня к нам в гости попал Fast Tool ETS 150-3 EQ с не очень хорошим звуком работы. Короче говоря, надо обслужить. Первым делом снимем кабель. Затем давайте открутим нашу платформу. Держится она вот на таком вот болте под звездочку. Теперь давайте открутим нижнюю часть корпуса с тормозилкой. Теперь давайте снимем верхнюю крышку. Приподнимаем наш регулятор оборотов со стабилизатором встроенным. Вот так. Это мы делаем для того, чтобы до щеточек долезть. И будем доставать щетки. Щеточки снимаются очень просто. Достаточно потянуть за проводок и вот наша щетка вместе с шахтой у нас уже в руке. Вынял щетки и сразу стало понятно, что это не родные щетки, во-первых. Во-вторых, вы посмотрите на них. Они кривые, реально. Неужели человеку не жалко портить фустул такими кривосточными щетками? Не знаю. После того, как щетки выняты, можно откручивать нижний алюминиевый корпус от верхнего пластикового. Раскрутили и аккуратненько подковыриваем. Обратите внимание вот на эту вот штуку, которая находится у нас между коллектором и подшипником. При ремонте ни в коем случае не повредите. Это магнит для стабилизации оборотов. Вот и пришло время открутить нашу крыльчаточку. Для этого нам придется ее заблокировать. Она у нас стоит здесь на резьбе. Сунул вот так вот две тверточки. И против часовой стрелки откручиваем наш ротор. Теперь возьму шпильку с такой же резьбой, как на роторе. Вкручу. И аккуратненько выбью ротор, используя деревянную колотушку, как выбивалку и как наставки. Все подшипники в этой орбиталке будем менять, поэтому давайте сразу снимать стопорочку и доставать этот подшипничек. Подобрали наставочку и аккуратненько выбиваем. Теперь давайте доставать подшипник эксцентрика. Для этого нам понадобится болт, которым мы зажимали нашу платформу. Какая-нибудь обойма от дохлого подшипника, которая в диаметре больше, чем наш подшипник. И пластина. Короче, смотрим. Закрутили наш болт так, чтобы между пластиной и обоймой остался вот такой вот небольшой пазик. А в этот пазик всовываем две отвертки. И с помощью получившегося рычага просто выдавливаем наш подшипник. Первый раз нажали, потом достаем отверточки, немножко подкручиваем вглубь наш болтик, второй раз вставляем. Ну и так, пока подшипник не будет снят. Обратите внимание, уже практически вылез. То есть метод довольно-таки эффективный. Ну, если нет специальных съемников, конечно. У меня их, увы, нет. Вот так очень просто и легко достается такой подшипник. Кстати говоря, заметил, что здесь у нас какие-то выбоины. Это, видимо, до меня кто-то ремонтировал и молотком лупил то ли что. Но я считаю, что способ вот с такими пластиночками и с собой моего подшипника немножко гуманнее что ли. Ладно, отвлеклись. Давайте снимать подшипник. Обратите внимание вот на эту часть. Здесь у нас имеется паз под ключ рожковый. Ну, у меня будут жавки, но я думаю, что суть все равно все уловит. Фиксируем нижнюю часть. И, опять же, откручиваем либо рожковым, либо, как я, Коброй, вот эту гаечку. После этого подшипник можно спокойно подцепить съемничком. Ну и, естественно, снять. Ну и осталось снять последний подшипничек, который прям вплотную стоит к нашему магниту. Съемникам не долезть. По поводу снятия подшипников из недоступных мест, или из тех мест, где они вплотняк стоят, вот к примеру, к таким магнитам, будет отдельный видосик. Поэтому в этом видео показывать, как я это делаю, я не буду. Ну, а вы пока что пишите в комментариях, как лично вы справляетесь с такими проблемками. Снял подшипничек и смотрим на магнит. На нем ни следа повреждения. Ну вот, в принципе, все, что нам необходимо было разобрать, мы разобрали. Поэтому приступаем к чистке. Ну и, естественно, подбираем нужные подшипнички, после чего начнем сборку. Вычистили наши чудо техники настолько, насколько это, в принципе, было возможно. И подбираем подшипнички. У коллектора будет стоять 626 НСК, как и стоял. У крыльчатки 6200 НСК, опять же, как и стоял. А подшипник эксцентрика будет у нас ФАГ. Щеточки тоже будем менять. Стоят в этом инструменте щетки 5 на 8. Будем ставить с предохранителями. Начнем сборку с подшипника эксцентрика. Для начала возьмем металлический пыльник. И установим. Затем будем ставить подшипник. Подобрали наставочку и аккуратненько набиваем. После этого берем нашу гаечку и зажимаем подшипник. После этого устанавливаем мелкий подшипник, который стоит над магнитом. Теперь давайте ставить подшипник в алюминиевый корпус. После того, как подшипник запрессован, можно ставить стопорное колечко. Затем установим подшипник эксцентрика в крыльчатку нашу. Теперь устанавливаем воздухозаборник и будем ставить крыльчатку алюминиевую с ротором. Зажимаем без фанатизма. Теперь берем нижнюю часть корпуса, в которую встроено торможение площадки и привинчиваем к алюминиевому корпусу. После того, как мы вот таким образом собрали нижнюю платформу, нам будет очень удобно собирать машинку дальше. Потому что она становится устойчивой. Берем корпус электрики, поправляем резинку, которая находится у нас внутри. После чего можно ставить воздухозаборник. После этого немножко лубрикантику, дабы ничего не стало наперекос. И совмещаем. Вот так. Все становится хорошо. Теперь можно прикручивать алюминиевый корпус к пластиковому. Вот мы и добрались до щеточек. Ставим щетки в заранее почищенные шахты. И начинаем устанавливать наши щеточки. Примерно вот так. Сделается все довольно таки простенько. Заводим, естественно, все проводочки. Ну и то же самое со второй. Завели красивенько все проводочки. Убедились, что нигде ничего, ничему не мешает. И накрываем верхним корпусом. Ну и остался последний штрих. Берем нашу платформу. Прицеливаемся. Ставим. Ну и, естественно, привинчиваем. Все это дело. Ну вот мы нашу чудо техники и дособирали. Поэтому давайте проверять. Вставляем провод. И смотрим. Почти как новая. Кстати говоря, небольшой опросик. Вам интересен видосик, в котором я восстанавливаю вот такую платформу? Если да, то пишите, мол, снимай. Если нет, соответственно, пишите, не снимай. Ну а я надеюсь, что фрустулы у вас не ломаются. Поэтому подписываемся на мой канал. Делимся этим видео. Ну и хватит. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...